Давайте сделаем операцию. Завтра вообще непонятно, что будет. Хотя бы я буду красивая. Красивый человек, он более успешен. Ты должен быть очень уверен в себе, чтобы заниматься эстетической хирургией. Тебе 50 лет, и ты еще не была у пластического хирурга. Вот здесь тоже, Ольга Таллина, ваша заслуга. Для меня, как бы, да, немножко это было дико. Развитие невозможно, если не происходит изменения в сознании людей. Классическая революционная ситуация. Драма ли это, на самом деле, или нет? Просто тихо поменять одни импланты на другие. Так это смена пола. Иду на грозу. Полезная история. Олеся Игоревна, Олеся, я столько лет тебя знаю, что, конечно, Игоревна — это неотъемлемая часть профессора в медицине, обязательно по имени-отчеству. Но, тем не менее, мне хочется тебя называть просто Олеся, потому что, мне кажется, ты молода душой. Мы работаем над тем, как бы, все наше направление пластической хирургии работает над тем, чтобы мы все не старились долгие-долгие годы. Вот, поэтому, Олеся, знаешь, мне очень давно хотелось сделать с тобой интервью и задать тебе вопрос. Вот, как в твоей жизни появилась пластическая хирургия? Потому что ты работала в серьезном институте. Я помню, как твой учитель и всеми наши любимые, Николай Олегович Миланов, он мне сказал, говорит, ну что это ваша пластическая хирургия? Мы трахею пересаживаем. И действительно, как бы, это несравнимо, наверное, с точки зрения вмешательства или помощи пациентам, да, пересадить трахею и сохранить жизнь, или заниматься, там, лифоропластикой, модификациями лица, тела, еще чем-то. Поэтому мне интересно знать, вы стали основоположниками, и, безусловно, Николай Олегович создал школу пластической хирургии, и ты была его ученицей. Интересно знать, как это случилось в таком серьезном заведении, как РНЦХ. Действительно много лет, Ольга Витальевна. Летит время неумолимо. Если оглянуться назад, то это уже десятилетие. Вы для меня так и останетесь, Ольга Витальевна. Я надеюсь для вас остаться Олесей. Вы не меняетесь. Но мы действительно растем, взрослеем, накапливаем бэкграунд. Очень-очень сложный для меня вопрос в том плане, что длинный ответ. Я, конечно, об этом думала, и в разном ключе, как так получилось. Вообще, я придумала сама идти в медицину осознанно в возрасте, когда начинают уже анализировать жизнь, там, 14-15 лет. Я решила, что, да, медицина – это то, на что можно потратить жизнь. Человек, познание его, лечение. Это, в общем, где-то на грани ответов на многие вопросы, которые эту жизнь наполнят и, в общем-то, приблизят ее к какой-то истине. Я выбрала эту профессию. А на самом деле судьба моя была, наверное, идти в архитектурный институт. Я рисовала, мне очень нравилось лепить. И даже, я помню, мой учитель сказал, медицинские идут те, кто не умеет рисовать. Я это запомнила на всю жизнь. Потому что почему-то рисование, оно мне всегда ассоциировалось с эстетической хирургией, с пластической, но это действительно, слово хирургия – это магия, всегда была. Но вот эстетика – это что-то, связанное с искусством. Все время что-то такое противоречивое во мне было по поводу того, что, с одной стороны, я хочу лечить, а с другой стороны, я хочу лепить. А потом уже, когда я пришла в медицинский институт, я точно знала, что буду хирургом, потому что как же хирургия – это рукоделие, мало работать головой, нужно что-то делать. А к третьему курсу у меня уже были такие амбиции, собственно, это и решает нашу судьбу, это самомнение, амбиции, особенно в молодом возрасте, что я хотела вершины хирургии, которая тогда для меня ассоциировалась, вновь открытым словом, микрохирургия. Это только-только, скажем так, для меня это начиналось. На самом деле, я просто не знала, что это существовало задолго до того, как я об этом узнала. Но это не кричалось на каждом шагу. Это были 90-е годы, и были такие кусочки микрохирургии в некоторых местах. И благодаря моей подруге, которая уже была в ординатуре и знала, что такое пришивать пальцы, я оказалась в 71-й больнице, увидела эту микрохирургию, микроскопы, и решила, что вот это мое. Это космос. Микрохирургия. Хотя понимала, что это далеко от живописи. И вот, да, действительно, страда. Очень много было реплантаций. Тяжелые 90-е. Я дежурила на третьем курсе. Параллельно училась в институте. И вот мне казалось, что что-то не хватает в простой травматологии, в реплантологии. На что бы я, в общем-то, хотела постратить свою жизнь. И вдруг я встретила там, случайно, в 71-й больнице, была плановая операция, тоже микрохирургическая, выполняла ее Рубентосыч Адамян. Это была фалопластика у мальчика, который потерял гениталии в результате электротравмы. И все шишукались и говорили, что Рубентосыч будет делать со спины лоску. И мне казалось, что это что-то заоблачное. Помочь в такой сложной ситуации человеку и что-то создать. Еще это и микрохирургия. И тут у меня осенело, что вот это и есть мое. И я начала искать, куда мне пойти в ординатуру, где это. Еще наводила справки и выяснилось, что МЕКой вот этой хирургии является Российский научный центр хирургии. Я со своими амбициями. И вообще, конечно, очень важно, чтобы молодежи не говорили нет, не обрезали крылья. И отдать должное вот в первом МИДе настолько высокий был уровень профессоров, преподавателей, что все только подбадривали, говорили, да, конечно, конечно. И вот уже к третьему курсу мне казалось, ну а почему нет-то? В общем, я пришла с улицы к Николаю Олеговичу. Может быть, Миланову, если можно пояснить. Все говорили, к нему невозможно приблизиться. К ней такой сноп, он такой строгий. И я уже к тому времени говорила, что чем умнее человек, тем он проще. Если он действительно достойный человек, то проблем не будет. Если он сноп, которому нельзя приблизиться, я это сразу почувствую. Действительно, у меня было алиби. Я писала дипломную работу, не знала про что. Это был научный факультет, и нас обязали писать дипломную работу научную. Мы все были такие ученые, что не знали вообще, где что берется, как это все делается. Пришла с улицы и сказала, я хочу, чтобы вы были моим научным руководителем. Ну, сейчас это выглядит смешно. Мне были основания для того, чтобы себя смело чувствовать. Я уже к тому времени действительно в научный факультет поступила, и там были такие же, как я. Такие же выбражульки, такие же целеустремленные, ну, мальчики. Потому что группа была хирургическая. Нас отбирали в эту группу, и сейчас даже страшно сказать, такие корифеи, как Михаил Израильевич Перельман, который задавал вопросы на экзамене. Совсем не про хирургию, а говорил, деточка, какая хирургия? Сейчас замуж выйдешь, ребенка родишь. И, в общем, девочка не брала. Меня предупредили. Я говорю, я не боюсь. Я не успела сесть к нему на экзамен, и уже начала трабарить. Значит, с мужем будет так, с ребенком будет так. Это вот так вот, говорю, так, это берем. И это, конечно, очень вдохновляло. И на этом научном факультете у нас уже были свои такие микрокоманды. Мы искали выходы своим этим мыслям и увлечениям. И к тому времени, как я пришла к Николаю Олеговичу, уже задворка к экспериментальной лаборатории, которая в 90-е развалилась, превратилась в клинику ветеринарную, мы уже шили крыс. Мы шили аорты крыс, занимались микрохирургией. В общем, все было достаточно последовательно. Ну и он решил меня проверить, дал задание, которое я успешно выполнила. Написала какой-то эпос. Он сказал, а с чем ты хочешь заниматься? Я вспомнила Рубана Стеуосовича с его фалопластикой. И сказала, вот я видела профессора Адамяна, вот то, что он делает, мне нравится. Он говорит, так это смена пола. Ты что, не знаешь про это? Я говорю, не знаю, но он говорит, ну вот, почитай. Дал мне его диссертацию, я ее выучила наизусть. И написала продолжение. А потом при смене пола, в общем, развитие событий, что нужно делать с этими пациентами, очень понравилось. Даже вышла статья, и мы в главу книги включили эти мои рассуждения о том, как вообще в столице переселяются большие васюки, везде, в основном, возле не пола. Прически мы им делаем, в общем, реабилитируем. Я в это поверила. Теоретически и практически, в общем-то, в жизни это все подтвердилось. Ирнцеха, конечно. Святая вера в то, что это действительно лучшее учреждение в стране, последняя инстанция для тяжелых пациентов, сложные пересадки лоскутов, микрохирургия. И я развивалась и росла вместе с своими коллегами, своим окружением, своим руководителем. И он тоже двигался в сторону какой-то концепции, которая вылилась в развитие направления пластической хирургии, которая выбрала в себя не только эстетику, но и реконструкцию. Это все происходило на моих глазах. И я плавно-плавно из этих своих микрохирургических, скажем так, амбиций перетекала в объемное понимание пластической хирургии, что, в общем-то, было близко мне как человеку, который видит формы, рисует и прочее. Но я всегда считала, что на определенном этапе надо заниматься сложными вещами. А эстетика, мне казалось, это просто. Это просто. И не только я так считала. Когда я уже встречалась со своими промежуточными учителями, с коллегами, я очень удивлялась, что совпадает мнение, как у Николая Олеговича и того же Адамяна, у Бориса Львовича Шилова с тем же Феллером. Вот он говорит, а мне кажется, что я это уже слышала. Вот он говорил, что да, сначала нужно заниматься реконструкцией, нужно состояться, реализоваться. А потом уже эстетическая хирургия, она выходит из вот этой большой хирургии как бонус. То есть уже будучи достаточно состоявшимся и ученым, и хирургом, ты начинаешь заниматься вот этими нюансами. То есть эстетическая хирургия по сложности своей психологически сложнее, чем реконструктивная. Потому что это хирургия поверхности тела, и все изъяны видны. В общем, ты должен быть очень уверен в себе, чтобы заниматься эстетической хирургией. И, в общем-то, все это я в себя впитала. И эстетическая хирургия у меня появилась гораздо позже, чем микрохирургия. Всю свою жизнь я потратила на микрохирургию. Получилось, что я занималась в мультидисциплинарных командах. Как-то пять лет урогенитальную область. Мы занимались реконструкцией гениталий у мужчин. Потом челюстно-лицевая хирургия пять лет. А потом почему-то молочная железа, которая всегда была у меня перед глазами. Но я как-то оставила ее на потом. И она меня полностью уже поглотила. Потому что молочная железа, конечно, она вокруг онкологии. Здесь нужны дополнительные знания и прочее. А эстетика, она рождается из этого всего. Так и специальность наша развилась как одно из направлений. Я это тоже осознаю и преподаю ординаторам, что у нас в стране специфика. У нас была эстетическая хирургия. И у нас была реконструктивная микрохирургия в ЦНИИСе, в РНЦХ. И вот благодаря этой основе нам удалось в министерстве эту специальность провести. То есть это как одна из ветвей развития пластической хирургии из микрохирургии. Ну, возможно, это имеет значение для того, чтобы понимать, куда двигаться дальше. А эстетика, она у нас существовала в институте пластической хирургии, в институте на Арбате. Она как-то стояла особняком. Когда это все соединили в единый пазл, это было, конечно, большим достижением, большим открытием, таким вот пониманием всего. И это заслуга Пиннин-лидеров, и Николая Олеговича, и уже Наталья Евгеньевна к ним присоединилась. И тогда вот специальность мы утвердили. Ну, дальше движемся. В принципе, реконструктивная хирургия, конечно, в Советском Союзе была, и в России была. Понятно, что вот то, что касается травмы. Эстетическая медицина, она все время воспринималась как улучшение внешности, как блажь, да, потому что, в принципе, это противоречило, наверное, основным аспектам медицины. Мы, как бы врачи, которые делали фейслифтинг или блефоропластику, или ту же грудь, они не спасали ничью жизнь, кроме, наверное, улучшали, стабилизировали психоэмоциональное состояние, которое тоже, как бы, сегодня является важным критерием оценки здоровья пациента. Мне интересно, вот Олесь, твое мнение. Началось понимание эстетической медицины из реконструктивной. И когда я стала этим заниматься, у вас было всего тысячу, наверное, двести членов опреха. Сегодня эта цифра, мне кажется, приближается к шести тысячам, это вот за четверть века. То было важно сделано, ну и, безусловно, помимо того, что была утверждена специальность в России, для того, чтобы... Сегодня это норма жизни. То есть сегодня, если тебе 50 лет, и ты еще не была у пластического хирурга, это я слышала от пластических хирургов, то получается, что ты, как бы, ты не в той тусовке. Как? Ты обязательно должен хоть что-то сделать? Конечно. Это, прежде всего, востребованность. Востребованность хирургии. И справедливости ради, конечно, когда ты живешь в определенном социуме, движешься в определенном направлении, тебе кажется, что вокруг ничего нет. И вот реконструктивные хирургии, микрохирургии, институт челюстноцевой хирургии. Но я еще раз повторю, параллельно всегда существовала эстетическая хирургия. И когда я стала читать мемуару Кулагова, прослушала интервью блестящее совершенно Вульфа, которое, я думаю, надо опубликовать, я поняла, что есть еще другой мир эстетической хирургии. И, в общем-то, есть носители информации, очень важные, у которых тоже надо брать интервью, как это было. Действительно, институт красоты существовал, он был востребован, но хирурги не ездили. Не ездили на международные конференции, не общались с коллегами, и они сами все придумывали. И развивались в своем ключе, делали подтяжки лица, и ринопластики, и обдоминопластики. А потом выяснялось, что параллельно эти методики публиковали Петанги, и потом на каком-то этапе произошло воссоединение информационное. Вот как раз в конце 90-х, в начале нулевых, усилием многих людей, и прежде всего обучение, вот здесь тоже, Ольга Витальевна, ваша заслуга, стала просачиваться информация. И мы поняли, что в СССР неплохие операции, и, в общем-то, достаточно креативно это все существовало. Кстати, Институт пластической хирургии больше специализировался на врожденных аномалиях, на расщелинах, и даже тоже пластической хирургии на стыке с челюстно-лицевой хирургией, недоразвитие ушных раковин, там очень это все развивалось, ну и там делали тоже эстетические операции. Вот в единый пазл это стало все собираться, когда стали организовываться мероприятия, на которых помимо больших реконструктивных операций стали обсуждать все-таки операции пластические. Мероприятие было по пластической хирургии, скажем так, до 90-х. Даже не знаю, были ли они научные мероприятия, может быть, там публикации какие-то были. И вот трибуны для пластических хирургов стали мероприятия реконструктивных хирургов, микрохирургов. И там уже стала вырисовываться какая-то концепция. И оглядка на западных коллег началась, и попытки взаимодействия. Большое значение имело знакомство и помощь со стороны Ульриха Хиндерера, который в конце 90-х как раз возглавлял Международное общество пластических реконструктивных и эстетических хирургов. И вот желание снять кальку с того, как там, как взаимодействует реконструктивная пластическая хирургия, и попытка создать свое общество, которое стало веткой этого общества с его помощью, это как раз вот начало движения. Начало движения в этом направлении, развитие специальности. Но развитие невозможно, если не происходит изменение в сознании людей. И изменения в сознании людей тоже стали происходить постепенно, по мере того, как бытовые проблемы стали заменяться какими-то уже такими потребностями, связанные с более высоким уровнем жизни. Такая подушка накопления знаний, взаимодействий для создания специальности, она как раз сформировалась с 2004 по как раз 2009 год, когда нужно было немножко административного ресурса для того, чтобы все-таки специальность вывести на самостоятельные рельсы. И трудились над этим все и реконструктивные хирурги, и эстетические хирурги. До этого попытки предпринимались в конце 90-х, начале нулевых, и разговор о том, что пластической хирургии не нуждается в том, чтобы быть отдельной специальностью, это красульки. Вот как живете, так и живите. Я помню этот съезд микрохирургов, где говорилось о том, что, наверное, мы не готовы, наверное, еще пройдет не меньше 10 лет, когда мы можем все-таки заявиться о том, что можно выделить специальность пластической хирургии. Оказалось, все гораздо быстрее. Все развивается по своим законам. И сейчас мы переживаем бурный всплеск популярности этой специальности. Пациенты каким-то образом простимулировали вас двигаться в направлении именно эстетической медицины, потому что, ну, в Америке это уже было, в Европе это уже было, в России это было, скажем так, ВИП. То есть не каждый мог себе позволить, но, наверное, не каждый хотел. И вдруг вот сейчас такой бум, когда, я помню, ко мне пришла одна клиника, сказала, давайте мы сделаем совместную акцию. Мы хотим подарить ваучеры, чтобы родители могли купить эти ваучеры и подарить девочкам на выпускной вечер в школе, что они могут прийти в нашу клинику и сделать себе грудь. Честно могу сказать, я даже сначала не поняла, как мне на это нужно отреагировать, потому что я понимаю, что это маркетинг, я понимаю, что это своего рода популяризация направлений, но для меня, как бы, да, немножко это было дико. Но все-таки я думаю, что, наверное, тут была классическая революционная ситуация, когда вы уже были готовы, чтобы делать эстетические операции, а народ, который хотел делать эстетические операции, они вас просто к этому вели. Конечно. Пластическая хирургия очень связана с социумом. Это хирургия и качество жизни. И как только человек начинает думать о качестве жизни, не о выживании, а о качестве жизни, это является показанием развития общества. В 90-е мы оказались в дыре, и, в общем-то, был очень выраженный контраст между тем, как развивается весь мир в этом направлении, и как мы. То есть пластическая хирургия в США, в Европе, а информация как раз начала просачиваться, она, в общем-то, создала такой люфт в 20 лет. В начале нулевых у нас было отставание в 20 лет. Но можно было предсказывать. Все, кто выезжал на конференции, они говорили вот так, вот так. И даже мы смеялись 15 лет назад над тем, что дарят девочкам в Бразилии на совершеннолетие поход к пластическому хирургу. Там у них самая популярная операция – это нос, это, не знаю, ягодичная область почему-то. И нам было смешно. И те люди, которые склонны к анализу, говорили, подождите, у нас будет то же самое. Потому что это законы развития человечества. Мы живем дольше, мы хотим быть красивыми, мы зарабатываем больше, у нас увеличивается прослойка среднего класса. Насколько бы проблем ни было, но все-таки средний класс у нас достаточно состоятельный. Мы очень быстро догнали их. И американцев, и европейцев очень быстро мы с ними поравнялись, ну, где-то к 2018 году. А что вот будет дальше, зависит от многих разных факторов. Но догнали мы как раз тогда. Ну, я думаю, что нам еще, мы еще не совсем догнали по объемам. Нет, по востребованности и по тому, что мы очень много начали ездить, учиться. У нас было отставание. И вчера мы тоже говорили, вот как мы смотрели раньше на иностранцев, а сейчас уже нас попробуй чем удивить, теперь мы уже и сами. Теперь нас сразу смотрят. А я помню те времена, когда, вот Николай говорил, да, у нас, конечно, он помнил те времена, когда мы на равных с теми же американскими микрохирургами в конце 80-х проводили конференции СССР, США, кто лучше, у кого больше пальцев пришито. И потом вот этот провал, когда мы молимся на иностранных хирургов и за ними тянемся. Он чувствовал эту как бы разницу и говорил, ну, нам, конечно, надо быть немножко посамолюбивее, да, у нас тоже есть наработки. Но в целом, конечно, есть объективные факторы, есть развитие индустрии, организация здравоохранения и, опять же, уровень жизни людей. Вот пока уровень жизни людей не выровнялся, все помнят, что у нас были жирные нулевые, вот в эти жирные нулевые как раз вырос у нас средний класс, и дальше это все. Ну, мы, опять же, говорим о пластической хирургии, об эстетической ее ветке. Мы не говорим о реконструкции, не говорим о серьезных вещах, об онкологии, мы говорим об эстетике, о хирургии красоты. Очень было интересно наблюдать, потому что, опять-таки, эта статистика пришла к нам с Запада, что во время ковида все очень боялись и ожидали определенный спад, и, наверное, на какие-то месяцы спад был, но потом был рост эстетических операций, который был оценен на Западе, и там порядка 5-7% шел рост по различным омолаживающим операциям на лице. Это, значит, самый большой рост, по-моему, был в блефаропластике и, как ни странно, ринопластике. Это было связано с тем, что человек, который сидит в зуме и смотрит на себя, он недоволен своей внешностью, и поэтому первое, что он делает, когда он выключает зум, он ищет пластического хирурга и идет к пластическому хирургу для того, чтобы какие-то внести улучшения в свою внешность. Был определенный не только постковидный, а такой даже ковидно-постковидный бум улучшающих операций. Вот что вы можете сказать по поводу нашего рынка российского? А то со статистикой не очень однозначная ситуация хорошая, но судя по тому, что мы видим, как представители компании, рынок не замирал, рынок не падал. Рынок не замирал. Хотя, конечно, прогнозы, ну вот-вот, вот сейчас вот сложности, трудности, вот сейчас люди испугаются, жизнесмерть, ковид, какая красота. Очень трудно сейчас предсказывать современного человека с психологической точки зрения. Есть даже такой, вот по моим наблюдениям, парадоксальный вариант развития событий. То есть люди как будто бы в последний раз. Вот если все плохо, а вдруг потом будет еще хуже. И там, где мы ждем, что все-таки хирургия красоты, она должна остановиться, она не останавливается. Вот у нас за последнее время несколько периодов таких, как бы, да, потрясающих. И ни один из периодов этих не повлиял... Не потряс. Не повлиял на востребованность эстетической хирургии. Ну вот, в общем, то ли люди так начали себя любить и понимают конечность бытия, что мне сложно рассуждать, но я слышу от пациенток, вот, казалось бы, она приходит и говорит, давайте сделаем операцию. Завтра вообще непонятно, что будет. Хотя бы я буду красивая. Для меня это, конечно, ну, интересные наблюдения, но я слышу это неоднократно. Это, наверное, то, что мы не догоняем психологию. Я все время жду, да, что вот-вот, вот сейчас вот люди поймут, что это не главное, и социологи предсказывают, что сейчас у людей закончатся деньги, и вот они начнут на хлеб копить, а пластических операций делать не будет, никак это не наступит. Вот, может быть, в следующем году. Ну, наверное, пусть это и не наступит, потому что... Я, конечно, шучу, но жизнь продолжается. Для каждого человека жизнь, она его здесь и сейчас уникальна. И то, что люди чувствуют определенную свободу и не хотят с ней расставаться, свободу выбора, свободу экономическую, тратить деньги, не тратить деньги, конечно, этим надо дорожить. Когда этот вопрос задали Фоуду Нахаю, когда он был пару лет назад у нас в Москве, на пресс-конференции, он сказал, что вот опять-таки это данные, потому что американцы, они любят, чтобы все было разложено по полочкам, опять-таки данные социологов, что считается в мире, что красивый человек, он более успешен, потому что когда он приходит на переговоры, всем хочется разговаривать с красивым, ухоженным человеком. Когда идут какие-то выступления, все хотят видеть на сцене какого-то красивого, ухоженного человека. И, собственно говоря, это является мотивацией того, что человек идет к пластическому хирургу и хочет улучшить какие-то свои параметры, если они его не устраивают. Поэтому, наверное... Я согласна. Да, наверное, лучшая версия себя, это, наверное, очень такой правильный подход. Это даже не противоречит законам философии. Да, форма иногда влияет на содержание. Содержание неизменно должно влиять на форму, потому что форму нужно поддерживать, конечно. Гораздо легче справиться со своим телом, чем работать над своим сознанием. Успешно, да, вот вам нравятся красивые люди или некрасивые люди. Соответственно, и всем остальным так же. И при приеме на работу. Здесь, конечно, много исследований. Я слышала тоже, читала, что в Китае сейчас бум пластических операций, красные тапи входа в жизнь. То есть при прочих равных условиях на работу берут более уверенных в себе, более симпатичных. Поэтому девочки делают себе ренопластики. Уж не знаю, в Китае какие еще они делают операции. Они делают европеизацию своих веков. Вот, да, я все это понимаю. Я во все это верю. Да, собственно, даже то, что касается молочной железы, тоже наблюдение. Интересные возрастные периоды, когда женщина делает пластику груди. Когда? Один из возрастных периодов – это когда она входит в жизнь. И когда вот все, а, она молодая, да зачем, да как же можно девочек оперировать? Оперируют, собственно, ради улучшения самооценки и восприятия. Оперируют даже не физическую структуру, а, как это называется, ментальную. То есть если девочке нужно для того, чтобы чувствовать себя уверенно среди подруг, молодых людей, для того, чтобы, как сказала одна девочка, я не могу пойти в журналистки, у меня нет груди. Я говорю, ну, это абсолютное... Некуда прикрепить микрофон. Абсолютное показание к тому, чтобы делать операцию, несмотря на то, что ей 20 лет. И как раз это тоже такая была у нас передача, одна из первых с Малышевой, где там была женщина взрослая, была молодая девочка, и мы с ней подружились, мы делали показательную операцию с Николой Олеговичем. Она потом так нас благодарила. Это важно. Ты входишь в жизнь, тебе для чего нужна груди? Потому что взрослый человек, врач, он оценивает определенные риски для молодого организма. Рожать, кормить. То есть ты пытаешься от глупости отговорить человека. Но когда ты понимаешь, что это важно для того, о чем я сказала, для самооценки, ты принимаешь решение пойти на поводу. Также я разговариваю с мамами, которые приводят и говорят, не знаю, что с ней делать. Я говорю, давайте поговорим. Если очень надо, я пойму. Если нет, то отговариваю. А по второй период, это замуж вышли, родили, теперь нужно... Установить форму. Да. И это тоже очень хорошая, благодарная... Это 50 на 50? Благодарная хирургия. Ну, она начинается от 35 до 45, сейчас же поздние роды. И вот женщине вернуть уверенность в себе, это тоже очень важно. И я с теми женщинами тоже говорю, а вам-то уж вообще терять нечего. Вы социальные свои задачи выполнили, можно теперь с телом... Рискнуть. Делать все, что угодно. Пока не родили, есть определенная ответственность, да, ты за свой организм отвечаешь, ты должен его сохранить до этого момента в здоровом состоянии. А сейчас? Только чтобы вам было хорошо. И это тоже очень важно. И третья группа сейчас пациенток, 55-60, и это за мою жизнь произошло, те, которые приходят переделывать то, что они сделали 15 лет назад, на следующий период жизни, поменять импланты, подтянуть, удалить, если не хотят. И это очень-очень хороший такой... Вырисовывается поток пациентов. Я помню еще те времена, когда женщины после 40 пока боялись до своей груди дотрагиваться. Это все глупости, зачем это все нужно, и там страх перед онкологией и прочее. Я помню эти времена. А сейчас в любом возрасте женщины приходят на эстетику. И в любом возрасте есть этому обоснование и прочее. После кейса Леры Кудрявцевой, которая убрала импланты, увеличился ли поток тех, кто тоже захотел с имплантами расстаться, мотивируя это тем, что есть определенный риск? Ну, кейс с Лерой Кудрявцевой это хорошая иллюстрация того, как мы зависимы от средств массовой информации, от обсуждения в соцсетях. В общем-то, это гораздо более такой легкий путь получения информации, чем консультация с хирургом или изучение научной литературы. Мы все поддаемся влиянию. И вот здесь, конечно, то, о чем говорили, обсуждая кейс Леры Кудрявцевой, это более широкая проблема, связанная с имплантами. Все в кучу в одну свалили. А у нее была банальная ситуация с разрывом импланта. То есть никаких проблем с опухоли, ассоциированные с имплантами, вот эти высокие материи, которые проскальзывали, я не знаю, где, может быть, в соцсетях читали о том, что идут научные изыскания. Ничего такого не было. Каждый человек, он боится за свое здоровье. Для каждого человека разрыв импланта может показаться драматичным. Вопрос, драма ли это на самом деле или нет. И вот это уже, скажем так, вопрос к сообществу пластических хирургов. Как они на это отреагировали, как они ведут работу просветительскую с женщинами, как они отстаивают эту опцию, потому что можно раздуть на пусом месте грандиозную историю. Хотя ни в коем случае не осуждают. Человек, каждый волен переживать за свое здоровье и драматизировать. Но... Зная Леры Кудрявцеву, мне кажется, что это был очень четко продуманный пиар-ход. Потому что она могла после разрыва просто тихо поменять одни импланты на другие, и об этом бы никто никогда не узнал. Возможно. Но это было почему-то сделано вот так вот с демонстрацией. Да, пиар-ход. Для чего он был? Потому что если бы она просто поменяла, она бы не могла об этом рассказать, мне кажется. А вот убрать имплант, и это уже такой, понимаете, иду на грозу. А цель? Цель? Пиар. Собственный? Да. Ну, опять же, для линейной пиар, для пластических хирургов неприятности и выход из зоны комфорта и развития. Потому что сейчас больше пластические хирурги начали писать статьи, больше стали самообразовываться, чтобы отвечать на вопросы пациентов. То есть это полезная история, скажем так. Ну, в принципе, я могу согласиться, что да, это полезная история. Любой даже негативный какой-то момент, который мог... У нас было очень много звонков, и когда мы общались с коллегами, они на самом деле очень переживали по поводу вот этого кейса. К ним обращались пациенты, которые хотели убрать импланты, либо те пациенты, которые планировали операцию, они там по какому-то причинам либо откладывали, либо ее отменяли. Я, честно говоря, мне, честно говоря, кажется, что если женщина хочет сделать себе импланты или поправить нос, или блефоропластику, то остановить ее уже ничего не может. Поэтому кто менял решение, может быть, как раз это хирургам повезло, то это тот сомневающийся процент пациентов, которые всегда потом могут быть недовольны. Ну, согласна. Остановить может только некомпетентность хирурга, его неуверенность в себе. Просто, опять же, нагрузка на пластических хирургов повысилась. Разговоры более профессиональные и более длинные с пациентом, потому что они много читают, задают вопрос, и нужно уметь это все объяснять. Почему эти импланты, они другие? Что ждет через 5 лет, через 10? Какая вероятность разрыва импланта? Драматично это или нет? Что будет, если имплант разорвется? Здесь много разных подводных камней, и это называется жить в долгую в пластической хирургии. Если вы живете одним днем, вот, поставил дальше, трава не расти? Нет. Вот вы должны империровать и общаться с пациентом так, что он с вами на всю жизнь. И вот если вы даете ему эту уверенность, что вы будете ему глаза смотреть, и через 5 лет, и через 10 смело, и решать с ним проблемы, если они возникнут, то вообще никаких вопросов не возникает. Редактор субтитров А.Семкин